Давай к нашему разговору подключим сегодня постоянного гостя программы на базе, юриста, блогера, политика, Марка Фегина. Марта Харович, привет! Здравствуйте! Руслан, Георгий, рад видеть, рад видеть, как всегда. Мы тут начали с Жорой наш эфир с новостей о санкциях, их вообще довольно много, насыщенная неделя. Есть плохие новости, да, как исключение олигарха Березкина и еще двух его коллег. Есть новости, которые шокируют и обсуждают сейчас все, связанные с неопределенностью по конфискации, неконфискации, въезду, невъезду автомобилей с российскими номерами. Есть и хорошие новости. Буквально перед эфиром пришли сообщения о том, что сразу несколько фигурантов, причем они довольно немедийные, и криворучика никто не знает. То есть никто бы их не вспомнил и не узнал вообще без наших расследований. Да, и после наших расследований американцы ввели. Но хочу сейчас застрить внимание на Европе. Европа нам гораздо ближе и понятней для России, для российского зрителя, нежели США. Вот действия Европы на этой неделе санкции абсолютно со знаком минус. Первый прецедент, когда олигарх крупный, входящий в первые 150 русского Форбс, Березкин, который политический олигарх, то есть действительно связан с Ковальчуками, с Путиным, держит для них медиа-активы, из-под санкций вышел. Не по решению суда, а просто вот Венгрия, как оказалось с публикацией Reuters, Венгрия пролавировала исключение. Вот это как комментировать, как к этому относиться, и ожидаете ли вы, что все, пояс тронулся, и сейчас пойдет поток таких историй, потому что Березкина просто все схавали, и никто обратно его включать пока не изъявляет желаний. Я не думаю, что будет поток, я подозреваю, что это некий компромисс с Венгрией, ну, я думаю, он денег туда заправил, чтобы решить свой вопрос, и, как часто бывает, знаете, в свое время патриарх Кирилл тоже хотели санкции завести, вот, и именно Венгрия сумела этот вопрос тропедировать, но взамен там ввели очередной пакет санкций, чтобы она не блокировала его. Но, тем не менее, прецедент этот ужасающий, потому что Березкин, конечно же, не просто богатый барыга, как это обычно, да, олигарх, а он именно полномочен заниматься медиаресурсами, которые исключительно пропагандистские, комсомольские правды, это, вот чтобы вы понимали, она всю жизнь это ГБшное издание, то есть вот редакционный политик формирует ГБ, прям Лубянка конкретно, еще там Сунгоркин, начинал там еще раньше, Фронин был и так далее, она во все времена была ГБшной газетой, вот конкретно ГБшной газетой, то есть есть и другие такие же, но они, вот, считалось, что как бы вот, так сказать, наследники Дзержинского любят почему-то именно комсомольское право. Какие причины? Ну, может, они там с молодежью как-то работали, но, во всяком случае, это всегда было так. Или главные сливы там Лубянка влила через, как ни странно, через комсомольский правду, и АИФ, кстати, аргументы и факты. Вот, что касается Березкина, он, безусловно, я вот помню его с конца 90-х годов, тип такой, знаете, ну, такого мошеннического типа, вот, персонаж, и совершенно не случайно, что он занялся именно медиа-активами, потому что это на хорошем счету, это хорошо продается во власти, то есть одно дело, ты там алюминием занимаешься, а другое дело, параллельно еще и обслуживаешь власти. Поэтому все они имеют свои активы медийные, потому что, ну, это какая-то такая уполномоченность заниматься. Вот, вы правильно, вот я слышал вовводные относительно РБК, ну, они, понимаете, как не по отдельности уничтожали, так сказать, независимые издания, хотя они относительно были независимые, ну, при Прохорове там что-то еще, что-то было, а это в целом политика, понимаете, Березкину отдали ресурс не потому, что он его купил или там собирался осваивать, развивать и так далее, а просто ему поручили, ты забери у Прохорова, потому что Прохоров, он такой, он мало чем отличается от своих остальных, но все-таки какой-то он неправильный, какой-то он строптивый. Сейчас он, кстати, в Израиле говорят, да, и Яков даже получил гражданство израильское. Прохоров, кстати, избежал вообще всех мыслимых, немыслимых санкций, но, повторяю, он персонаж специфический, очень специфический. Вот, а Березкин типовой, абсолютно типовой, это обычный, так сказать, доверенное лицо власти для того, чтобы заниматься больше, ну, так сказать, этими медиаресурсами, как неким корпоративным активом, понимаете. Что касается цензуры и всего остального, этим занимаются либо Лубянка, либо уполномоченные люди. Все равно это Громов курирует, это печатная пресса, в его виде находится один заместитель главы администрации президента. Но Березкин, он берет на себя функцию финансирования и, соответственно, управления ресурсом как таковым, ну, как бизнесом. Но это тесно взаимосвязано с содержанием, с контентом в этих изданиях. Вот, а как пролоббировали, ну, вот я говорю, что это единичный случай, я не думаю, что будет подобное повторение. Вот массово этого точно не будет, хотя уже он не первый. Помните, вот этого деятеля из Озона, что ли, да, тоже вывели? Шульгина. Да, Шульгина этого вывели, так сказать. Понятно, что нет никакого бизнеса в России не под контрольной власти. В таких масштабах. Это же не шашлычное, правильно? Мы же с вами отдаем себе отчет, что такие бизнес-ресурсы – это, безусловно, всегда под контрольной власти активы. И, конечно, выводить этих людей ни в коем случае нельзя, тем более, что… А кто-нибудь от Березкина слышал, что он выступил против войны? Вот какое есть публичное основание, чтобы этого Березкина, который работает с медийной сферой, выводить из-под санкции, если он не высказался против так называемой спецоперации и политики в отношении Украины? Это же создает еще тот негативный прецедент, что, оказывается, так тоже можно, понимаете? Без взятия на себя каких-то публичных обязательств, просто-напросто, путем каких-то манипуляций, выйти из санкционного списка. Но все-таки я не думаю, что это будет массовое явление, все-таки оно останется единичным. Марк Сахарович, еще, конечно, очень хочется вас спросить про историю, связанную с санкциями, но санкциями, активированными в отношении, в общем-то, всех россиян, желающих поехать в Европу. Но, оказывается, уже достаточно давно существует в рамках какого-то из санкционных пакетов запрет, существует вывоза из России каких-то товаров, большого списка товаров, 150 товаров от шампуней, компьютеров до автомобилей. Это как-то толком не применялось, а теперь Еврокомиссия выпустила разъяснение, что, во-первых, это начало применяться, но каждая страна это применяет по-своему. Где-то, как в Финляндии сказали, вы что, смеетесь, автомобиль не может, лично автомобиль не может считаться каким-то товаром импортируемым в Европу из России. Вы приехали, вы уедете на нем, переоформите, в общем, делайте, что хотите. Но есть страны, например, Эстония, которые сказали, что мы будем все конфисковывать. В Германии конфисковали несколько автомобилей. По-вашему, что вообще происходит? Ну, это же издевательство какое-то, это не санкции против олигархов, это по большей части санкции против людей, которые бегут от войны. Как, по-вашему, на это надо реагировать? Как с этим можно бороться вообще? Конечно, отбирать вот особенно вот эти вещи из перечня по циркуляру ЕС, это странно вообще, странно. Еще с автомобилями я могу какое-то объяснение найти, что действительно с российскими номерами, ну, вот все, теперь передвигаетесь не на автотранспорте, а там летаетесь самолетами, поездами, что еще ходит, да, потому что многие люди едут на машине, поскольку невозможно проехать, нету авиасообщения с Европой, да, но вот эти вот предметы, это странно. Вот это я так, что-то так даже и не... Извините, заострите внимание, вот вы сказали, что, ну, я еще понимаю, как с машинами. Я вот вижу публикации в Эстонии, украинская организация, общественный фонд, который помогает вывозить с помощью российских волонтеров в территории России граждан Украины, маломобильных, на российских номерах, потому что-то они теперь не могут. Мы Низовцева, нашего корреспондента, отправили на границу Литвы, доходит до абсурда. Граждане Литвы, которые в России подешевле покупали машину и завозили, и тут постоянно лавировали между приграничными городами, теперь не могут заехать к себе домой в Литву, потому что у них номера российские. Но это же доходит действительно до абсурда. Когда была мобилизация, я вам напомню, вот эти гигантские очереди, они всех на автомобилях валили, и через Верхний Ларс, и через приграничные европейские страны. То есть на чем основывается ваша вот, ну, пускай автомобили запретят? Я не с наездом, а просто, чтобы понять вашу мотивацию. Я понимаю. Я думаю, что они дошли до стадии травмирующих санкций. Ну, типа, коррекцию синим плаем. Я ведь тоже, так сказать, отдаю себе отчет, что вот эти сплошные санкции, которые касаются не власти и олигархов, они наносят очень большой урон обывателям. Безусловно. Наносят. Правильно это или нет? Ну, смотрите, в случае, когда получается, олигархи как капсулируются, изолированы, потому что мы же понимаем с вами, что они пройдут на своих майбахах, на немецких номерах и вообще без проблем, понимаете, и в Россию, и обратно. И с международными правами какими-нибудь, выданными где-нибудь в Германию. То есть проблем нет. Гоняют машины, и, так сказать, они эту проблему лишают. Обыватель эту проблему лишить не может. Я с вами совершенно согласен. То, что вводятся эти сплошные меры, это, конечно, не вполне правильно, потому что это все в рамках общей политики, в попытке нанести урон обывателям, чтобы они сподвигнуть их к каким-то действиям. Быть может, я предполагаю. Чтобы это возмущение куда-то конвертировалось. Потому что, когда вводили эти санкции, безусловно, понимали, что осуществлять их будут в основном страны, такие как страны Балтии и другие, а у них особый зуб на Россию, и поэтому разбираться не будут. Ну, такой циркуляр, такое постановление, распоряжение, и мы будем его выполнять. Я все-таки думаю, здесь нужна избирательность, нужно каким-то образом все-таки селектировать. Там есть ли это номера, какие-то входящие в определенный перечень, базы все эти есть и так далее, на них должна быть распространяться ограничение. Если там кто-то на машине в СИН едет или там, не знаю, в конце концов, чего-то подобного, да, это можно сделать, в базу заносить и так далее. Но сплошные меры вот такого рода, я согласен, это совершенно глупо. Сейчас очень многие, новая волна пошла, кстати, сказать по Европе с закрытием счетов банковских, понимаете? Просто закрывают всем русским. Вот мне тоже забирали закрыть счет. Сейчас мы решаем эту проблему. Просто так, хотя у меня все документы европейские. Ну, казалось бы, а зачем вы это делаете, если тем более люди легализованы? Но, тем не менее, идет целая волна. Сегодня мне звонил там общий наш знакомый из Кипра, там не буду называть его, тоже сказал закрывать счета. Закрывают просто так, потому что русские, понимаете? В этом нету вообще ничего. То есть это люди, легально проживающие в Европе, они тоже страдают. И я тоже, как и другие, несчастлив от этого всего. Но я отдаю себе отчет, что в ситуации, когда война длится и длится, полтора года, там уже год и шесть месяцев, то есть уже больше, год и семь месяцев, раздражение велико, понимаете? И в Европе тоже. И оно разнонаправленное, в том числе и по отношению к русским, как представителям государства, понимаете? Они всех воспринимают, как представители государства, что, конечно, далеко не верно. Поэтому, что с этим можно сделать? Ну, конечно, нужно эти меры оспаривать, но я уже много раз говорил у вас в эфире, Руслан говорил, они не будут нас слушать поодиночке. Должна возникнуть некая субъектная субстанция, которая отвечает от имени всех русских, как минимум за пределами России, а как максимум и от тех, которые находятся в России и, мягко говоря, с режимом никак не связаны. Такой субстанции нет. Вот у белорусов она есть в лице Тихоновской. У русских ее нет. Русские предельно разобщены. Поэтому и эту, и подобные меры проглотят, понимаете? Но еще раз говорю, конкретно эта мера, она там есть и шампуньки, и там эти телефоны или что-то подобное будут забирать, она никак не поможет Украине в борьбе с московским режимом, понимаете? Ну, мне так кажется. Мне так кажется. Ворокий Захарович, еще хочется, конечно, поспрашивать вас про международную, условную международную политику. В Россию уже приезжал на этой неделе Ким Чен Ын из Северной Кореи. Были какие-то легендарные фотографии, где они сидят с Путиным, и Путин в какой-то вот такой вот прямо услужливой позе рядом с ним сидит, буквально смотрит в рот этому Ким Чен Ыну. Как вы думаете, действительно ли есть какие-то перспективы у военно-технического сотрудничества России и Северной Кореи? Действительно ли Северная Корея какие-то старые советские, не знаю, ракеты, танки, какие-то комплексы, это может поставить, это может повлиять на фронт, или это просто какая-то комедия и имитация международной деятельности? Ну, все вместе, я бы сказал. Все вместе. Конечно, Москва нуждается, хотя вот вы увидели в «Нью-Йорк Таймс» публикацию, что они там уже выпускают 2 миллиона снарядов, 7 раз увеличили и так далее. Но кто хочет, я отсылаю, пожалуйста, почитайте, там все подробно изложено. Я думаю, что это материалы, которые предоставлены разведсообществом американским. Ну, то есть констатация, что российские ВПК молотят, она есть. То есть они увеличили производство, в этом нет сомнений. Ну, понятно, что в это вложено, это контролируется с самого верха, это вопрос войны, поэтому это сделано. Хватает ли этих вооружений, хватает ли этих боеприпасов, которые в России производят? Наверняка нет. При такой степени интенсивности боевых действий на линии фронта чуть ли не больше тысячи километров, конечно, потребность гораздо выше. И поэтому то, что есть на складах в Северной Корее, очень бы пригодилось в Москве. Это факт. Другое дело, что этот вопрос не решен окончательно. За Пхеньяном стоит Пекин, и Пекин будет в конечном итоге решающим образом определяться, давать ли Пхеньяну разрешение на такой военный обмен, военное сотрудничество. Потому что у Пекина могут возникнуть проблемы. Их уже предупреждает открыто практически Вашингтон, о том, что есть и Пхеньян, а это страна изгоясь. С нее что спрашивать? Она там во всех мыслимых и немыслимых списках. Страна, значит, спонсор терроризма по классификации американской и другим подобным. Значит, вот отвечать будет Пекин, и в отношении его будут вводиться санкции. Пекин это беспокоит, нервирует. Понимаете? Хотя сам визит проходит так, как будто напоминает, что все-таки о чем-то договорились. Почему? Потому что Шойгу был в Пхеньяне буквально полтора, что ли, месяца назад или месяца назад. Помните, его мощно принимали. Тем более Шойгу-Тувинец, он и выглядит как корейец. Понимаете? Так сказать, подобное к подобному. И вот теперь на бронепользе приехал, собственно, Ким Чен Ын. Вот. Уже непосредственно в Россию, в Владивосток, где он с Путиным встречался. Значит, у визита есть продолжение. Сейчас говорят, что они заявили по итогам, что Путин принял приглашение, что он посетит Северную Корею. Но я думаю, что этот вопрос решится до. Он не будет так долго тянуться. Либо да, либо нет. Ответ будет, наверное, в самое ближайшее время и в зависимости от позиции Пекина. Якобы, так сказать, Путин должен посетить Китай с соответственным государственным визитом. А я даже видел публикацию, что якобы Си Цзиньпин опять приедет в Москву. Я очень в этом сильно сомневаюсь. Но посмотрим. Другое дело, что Буданов, глава ГУР, МОУ, военной разведки Украины, заявил о том, что какие-то боеприпасы уже видят из Северной Кореи. Они уже поставлены и уже есть. Но я не думаю, что они в гигантских объемах поставлены в Россию. Наверное, как-то что-то протаскивают, но это пока не так ощутимо сказывается на фронте. Вот вы говорите, что это несколько на показ все. И так далее, большой друг Ким и так далее. Конечно, в этом есть и на показ нечто. Понимаете? Но вот Путин тащит Россию в Северную Корею. Это же как мем существовал. Ха-ха, мы мем Северной Кореи. Помните? Не буду называть, кто говорил, что это лучше, нежели революция. А оно, видите как, оно все вот так прям реализовалось. Скоро Россия не будет отличаться от Северной Кореи. Отличный успех вообще. Путинских четверти века, что он привел Россию в Северную Корею. И вот демонстративная часть вот этого визита, этой встречи, этих переговоров, она красноречивее даже. Понимаете? Даже если оружие не дадут, теперь понятно, что главный партнер, знаете, с Байденом встречался. А теперь он встречается с Ким Чен Ыном. Едет за ним на Владивосток. Понимаете? Вот уровень отношений. Вот уровень восприятия идеологического, всякого другого. То есть, когда мы говорим теперь, что Россия от Северной Кореи, там до полного совпадения неотличима, да, то мы имеем в виду, что это не какая-то абстрактная, такая насмешливая сравнение, а вполне себе конкретная. Вот. Вы знаете, что там, я помню, была, говорят фейковая, говорят нет, что они там по телевидению, по корейскому покажут, что северокорейский Тайканавт, или кто он там, летал на Солнце. Понимаете? Вот, приблизительно, Россия туда же двигается. Понимаете? Российское телевидение будет рассказывать про полеты на Солнце. Вот. Это уровень. Или вот мне нравилось, а это точно был репортаж, что когда везли покойного Ким Ирсена, значит, через всю Корею, значит, хоронить, когда он умер, значит, выходили животные и плакали из лесов. И это прям показывалось по корейской телевидению. Я специально смотрел, понимаете, ну, какие-то уже, скажешь, что животные плакали. Животные плакали, вот они рассказывали. И корреспондент плачущий, значит, рассказывает, что животные плакали. Вот Россия-то, она ведь, собственно, по эстетике, по внешнему такому восприятию, она близка уже вот ровно к таким, к такому, собственно говоря, так сказать, картинке, вот к этой общей. Северная Корея скоро будет действительно главным и, так сказать, подобным России партнером. Почему нет? Марк, я последний вопрос хочу спросить, связанный про безопасность и все вокруг этого. На днях публично стало известно у Галине Тимченко, Тимченко, о создательнице «Медузы». У нее обнаружили «Пегасус», вот эту израильскую ПО, которая отслеживает, записывает экран, фиксирует и прослушивает все, что происходит вокруг с устройством, которое заражено. Сегодня стало известно, что еще три журналиста, сотрудники «Новой газеты», «Новая газета Балтия» и экс-сотрудник настоящего времени, их объединяет то, что они все четверо находились в Риге, когда проживают в Риге, в Латвии, и вот у всех у них обнаружено это следящее устройство, следящее программное обеспечение. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, что это может быть? Это, как сейчас в соцсетях обсуждают, может быть, перестраховывались европейские страны, в частности, страны Балтии, потому что к ним приехали непонятные им российские журналисты. Или это российские силовики и спецслужбы таким образом следят за независимыми журналистами, чтобы понимать, что происходит у них и вокруг них. Насколько вы лично опасаетесь того, что, может быть, за вами тоже такая слежка будет установлена? Потому что это довольно громкие истории всегда были, когда всплывал этот «Пегасус», а тут сразу четыре случая с российскими журналистами только за последние двое суток. Вы знаете, мне Миша Климарев предлагал «Пегасус» обнаружить на моем телефоне, всем нам известный Михаил. Я по другим способам тоже проверял свои гаджеты. Ну, черт знает. Да, это действительно израильская разработка. И дело в том, что ее активно эксплуатирует российская спецслужба. Они закупили каких-то своих ручных евреев, привезли и тоже, в общем, этим «Пегасусом» пользуются. Это факт. Потому что я не очень понял, значит, все-таки, как он проникает в устройство, да, это программная какая-то. Вот САП, говорят, носителем является этого «Пегасуса». Так, не так, я не знаю. Я не специалист в этой области. Я подозреваю, что это все-таки российские спецслужбы делают. Потому что, смотрите, для западных спецслужб, я видел эту информацию, когда она обсуждалась, вот, у них ведь, находящиеся на их территории журналисты, ну, сколько у них? У них море способов, как узнать, что происходит и что делают эти российские журналисты. Им нет необходимости вот так сложно заморачиваться на телефоне. Потому что вы установите пару микрофонов в редакции дома и, в принципе, все, что происходит, будете знать. Наверное, может быть, какие-то такие способы используются, но, в принципе, в отношении российских журналистов я особого мотива не вижу для западных спецслужб. Дело в том, что вы понимаете, в чем еще особенность. Например, для американцев все наши айфоны абсолютно прозрачны без всякого пегасуса. Вот все, что в наших айфонах находится, находится в штаб-квартире, значит, соответственно, где там, в Mountain View, не помню, где они сидят, айфон. И нет проблем никаких с этим, понимаете? Нет с этим никаких проблем. Доступ к любому аппарату, если это аппарат Apple, можно иметь хоть компьютеру, хоть телефон. Поэтому, честно говоря, заморачиваться на какой-то специальной программе Pegasus могут только те, у которых такой возможности нет. И я подозреваю, что все-таки это в большей степени мотивация для российских спецслужб. Я бы вот считал бы так. Потому что действительно они хотят знать, иметь доступ к информации, разнообразной информации, которую обладают журналисты, и политические деятели, и блогеры, и так далее, и так далее. Так что все-таки я грешу на россиян. Мне кажется, что это более такая правдоподобная версия. Хорошо, спасибо большое, Марк Захарович, что пришли к нам сегодня. Марк Фегин, блогер, юрист, политик, был у нас в эфире. Привет, друзья. Спасибо, что вы смотрите канал «Популярная политика». Нам нужна ваша поддержка, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Становитесь спонсором канала здесь, на YouTube, либо на Patreon. Спасибо вам и до новых встреч. Продолжение следует...